Включаю! Так, в общем, сегодня пятница вечер. Такой небольшой пост, ни о чем. Вот он называется так. В общем, буду краток. Все когда-то приходят в лыжный спорт. Кто-то рано, кто-то поздно. Но когда вы уже пришли в этот спорт, там, в лыжи, он вас завораживает. У которого что-то получается, у которых там у людей скорость, они там едут по лыжне, у них там лыжи скользят. Им это нравится. Это процентов там 90 людей захватывает, и они продолжают этим заниматься. Вот это такая прям вещь. Если у человека получается, он готов идти дальше, дальше и дальше. То есть он там покупает какой-то парафин. Сначала лыжи, потом парафин, потом какую-то щеточку. И факт то, что лыжи – это технически такой, очень такой развитый вид спорта и технически насыщенный. Если в беге вам нужны только кроссовки, по большому счету, то в лыжах нужны очень большие материальные затраты. Без этих материальных затрат вы никогда там не поедете быстро, не получите удовольствие. И вы, значит, там что-то купили, лыжи там попарафинили, потом купили щетку, утюг, так идете, идете, идете. Идете, у вас там получается, вы скользите лучше, лучше и лучше. И весь факт в том, что, например, вот ваше скольжение. Вот существует такое мнение, что вот лыжи впитывают в парафин, лыжи не впитывают в парафин, скользящая поверхность. И вот некоторые там, в общем, считают, и даже мнение, может, что-то его не разделить, что лыжи дорогого сегмента, топовые, они впитывают в парафин. А лыжи дешевого сегмента не впитывают. Я с этим категорически не согласен. Лыжи – это не губка, которая вписывает в воду. Пластик, он сам в себе не может впитывать парафин. Я считаю, что лыжи можно насытить парафином. Это есть скользящая поверхность. Она может быть высокомолекулярной у дорогих лыж. Она может быть просто полиэтилен там экструдированный. Может, какой-то молекулярный СП, которая имеет микропоры. Вот в эти микропоры мы утюгом, температурой заплавляем парафин. Туда он входит, расплавляется, и там остается. И на этом парафине мы скользим. И кто-то там скажет, да нет, вот не прав. А вот я приведу один простой пример. Как вот в 70-е годы, 80-е, когда появились пластиковые лыжи, то же самое делали и то же самое заплавляли. Я помню, еще в детстве там искали парафин. Висти только был. Там утюгами тоже бытовыми грели. Там чулком счищали. Щеток никаких не было. Чулком. И вот я помню, там 80-е годы, там была спортпрома, были у меня лыжи, пластиковые появились, спринт. И все так делали. То есть, если бы это было неэффективно, если бы лыжи там не защищались парафином, этого бы не делали. Тогда это было очень развито. Сейчас-то развито. Просто более технологии дошли дальше. И вот, короче, вы взяли парафин, взяли, делаете лыжи, готовите. Вообще, лыжи надо постоянно готовить. Там, каждой тренировке. Кто-то проезжает мало, то километров на 50-х должно хватать. Лыжи надо обязательно чистить, потому что они напитывают вот в эту структуру грязь. То есть, у вас должна быть смывка. Если смывки нет, то сольвент, такой органический растворитель. Чистить щеткой. Ну, вы приходите к тому, что вы готовите лыжи сами. Вы готовите их на коленке там, как-то вот в домашних условиях. И приходите там к тому, что надо там делать лыжи нормально, что надо идти дальше. И вы задумайте о станке для лыж. Но речь сейчас не о станке для лыж. Потому что станок стационарный, вы закрепляете, вы более качественно готовите лыжи. Станок делается очень просто. И если покупать станок, то он стоит больше 6 тысяч. Такой на ножках. Вот есть без ножек. По 2,5 тысяч самоделки. Вот тоже продают. Но на ножках, вот я, например, циклю лыжи, на ножках он неустойчивый. Я не могу на нем сделать, потому что он не закреплен, не фиксирован. Вот. И в общем веду к тому, что станок для лыж это не такая серьезная вещь. Вот у меня есть станок для лыж. Я его очень много модернизировал. Он подходит у меня под все пары, под многие пары лыж. Я делаю там ноги лыжи. Фишер вот. Я вот тут очень много всяких крепежей делал. Двигал его, раздвигал. То есть сам по себе он ничего не стоит. Он стоит малые затраты. В общем-то сделать его. Я там давал его знакомым. Они по размерам делали такие же станки. Они ими пользуются. В общем, и факт в том, что я делаю лыжи дома. Вот. У меня станок дома. И делаю я лыжи в гараже. Станок циклю. И, в общем-то, я сделал лыжи для гаража. И у меня встал вопрос с трубцинами. Это станок. Это станок. Он закрепляется там на столе, например, с трубцинами. Вот. И вот для этого станка у меня есть две струбцины. Они сделаны еще на заводе в Советском Союзе. Вот одна. Вот эту уже я сам наращивал. Потому что она была короткая. Она у меня не зажимала станок. Ее не хватало. Вот эти лыжи у меня для этого станка. Я станок носил в гараж, когда циклил. Там делал. Ну, носить я, конечно, это... Устал уже носить. То струбцины забудешь. Я сделал станок для гаража другой. То есть я его сделал. И у меня встал вопрос с трубцинами. Потому что вот этот станок, это стани на основании. Вот этих у меня нет. Они в гараже. У меня тут раздвигающиеся такие. Я его раздвигаю и зажимаю. Вообще другая конструкция. Вот у меня сделанная. И струбцина стоит дорого. Я подумал. А как бы мне, чтобы струбцины не носить, сделать струбцины другие? И я заморочился этим вопросом. Я сделал струбцины. Сделал я их на работе в рабочее время. В рабочее время. Одна струбцина у меня вышла. Самая первая корявая. Три сделал. Три. Одну на пробу. Это к тому, что не надо тратить деньги. Надо приложить ум и сделать. Это обычный станок. Это магнитская пятка от магнитского стеллажа. Я ее обрезал. Она была такая же. Вот это обратная. Они выдвигаются на полу. Магнитские стеллажи белые стоят. Это пластин я вымерил. Она 14 сантиметров. А это танкерный болт. А танкерного болта часть. То есть я ее разрезал на три части и приварил. Это обычная штука. Это стяжка от мебели. Здесь вот такие эксцентрики. Они стягивают две половины мебели. У меня получились вот такие струбцины. Которые я буду использовать. Я сэкономил на них деньги. И на эти деньги я куплю себе термоковту. И в общем-то факт в том, что надо как-то это... К чему я это все говорю? Что надо не стоять на месте. Надо двигаться вперед. Надо делать станок. Надо готовить лыжи. Чтобы кататься было удовольствие. Бегать на лыжах удовольствие. Чтобы вы получали от этого кайф. И в общем-то это занятие спортом здоровья продлилось у вас на долгие-долгие годы. В общем всем удачи. Счастливого катания. И хорошего конечно. Спасибо. Спасибо.